Приветствую, меня зовут Боргазетер, и вы скорее всего знаете, что главным введением в 1.19 станут Варден и Древний Город. Эти двое принесут в игру новые анимации, механики, эффекты, предметы и новые измерения, но об этом чуть позже. После обновлений старого, иметь новое так внезапно непривычно. Но что если скажу, что Варден и Древний Город по-настоящему древние и не новая для мира игры? Наоборот, именно из-за них появились зомби, разбойники и порталы. Не верится, правда? Но это могло быть, и сейчас я всё объясню. Приятного просмотра! Начнём с первого. Помимо Вардена, в Древнем Городе были свои жители. Назовём их Скалк-жители. Но почему Скалк и что это вообще? Я считаю, что Скалк это вирус, который появился очень давно в Нижнем мире. Он стал заражать всё вокруг, поэтому мы и можем найти огромные кости вымерших существ, непонятные заросли в лесных биомах и полностью заражённых пиглинов. Вообще, Нижний мир не был таким всегда. Скалк-вирус попросту выжил все соки из этого измерения. Здесь тоже были свои реки, своеобразные ландшафты, леса, животные и расы пиглинов. Первые не смогли адаптироваться и превратили в зомби. Вторые смогли и стали жить в новом мире. Но третьи стали одним целым с вирусом. Это и есть наши Скалк-жители. Итак, Скалк-вирус поглотил всё, превратив некогда рай в настоящий ад. И вот, когда пищи больше не стало, вирус изжил сам себя, а Скалк-жители остались... живы. Они выжили, грубо говоря, успирив заражение в себе. Но это дало и свои побочные эффекты. Один из которых – непереносимость высокой температуры. Сам жар не убивал их, но и не давал комфортной жизни. Бесконечное страдание. Поэтому путём проб и ошибок, они сделали портал в новый идеальный для них мир. Верхний. Это, кстати, объясняет разрушенные порталы и там, и там. Попав в новый мир, они спустились в пещеры. Построили города. А на местах, где они добывали руды, сейчас мы можем увидеть Скалк-заражение. Откуда появился Варден? Возле древних городов можно найти входы в шахты. То есть, в теории, обычные шахтёры могли попасть к Скалк-жители. И начать общаться, изучать свои культуры, языки, обмениться знаниями и так далее. Скалк-жители были неплохие в алхимии. На это указывают изделия и книги в сундуках города. Поэтому, я думаю, они смешали Скалк-заражение со всеми знаниями, которые получили. И сделали Вардена-защитника города, наподобие голема-защитника деревни. Кстати, могу привести ещё одно доказательство, что Скалк-жители пришли из Нижнего мира. Первое. В городе можно увидеть почву душ. А почва душ похожа на Скалк-катализатор. Скорее всего, наши жители брали блоки из своего старого мира и создавали их улучшенную версию. Ну и второе. Это схожесть строения Аскокрепостей и Древнего города. Все эти тоннели, комнаты, будто сделаны одной и той же цивилизацией. И нет, это не могут быть нынешние пиглины. У них совсем другой тип строения. Бастион-то доказывает. Вроде бы, звучит хорошо и логично. Но появляется большой вопрос. Где же теперь наши жители? Тут всё просто. Причина этому одержима с поисками новых измерений. Смотрите. Скалк-жители общались между обычными жителями. И, скорее всего, могли узнать существование подземной крепости и порталь в край. И вот, как я думаю, всё было потом. Скалк-жители запросили подробную информацию о крепости. Но, зная все трудности и пытаясь сохранить тайну, обычные жители отвергнули просьбу. И вот, начались ссоры и разногласия. Но и не только между двумя расами, но и среди Скалк-жителей. Одни начали строить портал по имеющей информации. У них получилось. Но только он был совсем не в край, а в другое неизвестное нам измерение. Ну, авторы захватили обычных жителей силой. И заставили показывать путь. Кстати, помните про побочный эффект у Скалк-жителей? Непереносимость высокой температуры. Так вот, зимние биомы. Возможно, во время пути к крепости, они нашли один холодный биом. И просто потеряли одержимость найти новое место. Это всё объясняется Иглу. А именно тем, что расположено под ним. Лабораторией. Обычные жители могли держать там и экспериментировать. Все полученные знания идеальной биомы дали шанс излечить своё тело. И знаете что? У них это в итоге вышло. Разбойники – это и есть излечённые Скалк-жители. И враждебность к обычным жителям этим тоже объясняется. И напоследок. Разоритель – это исцелённое Скалк-существо. Про него я не забыл. На этом всё. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите, согласны вы или нет со мной. Я всё прочитаю и отвечу. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!